Проверим звук, всё ли у нас хорошо. Да, у нас всё хорошо. Первый пистолетный раунд Норсом, если они его возьмут, будет очень неплохо, но Сенетчи сразу же претензии Норс на пистолетный раунд несколько охладил. Ибо вот этот хэдшот был из разряда невероятно крутых. Так, мне сначала показалось, что у нас GoTV зависло. Благо нет, хотя были сегодня же подобного рода претензии. МСЛ готовится убить Сенетчи, который, знаете ли... МСЛ потерял пистолет. Добрался до голока, но теперь-то он в ловушке. И Цатрэп МСЛ справляется с тем, чтобы не умереть, но это временно. Сенетчи оформляет второй фраг в этом раунде, а вот выход команды Норс будет на точку А. Мерц убивает грубе. Туао вместе с Пиечером готовы принимать нофгер-бай. Готовность Пиечера поставил под сомнение ровно так же, как и готовность Туао. Мерц убивает Сенетчи и ситуация 3 в 5 превращается в ситуацию 3 в 1. Браво команда Норс. Этот выход на Аплэнд был весьма неожиданно. И весьма эффективным. Так, у нас вроде все хорошо. Фурлан. Последний 1 в 3. Диффузов на руках нет. Да и Вальда ставит точку в этом раунде. Втроем ребята из Норс развалили команду Эгоу. И прямо сейчас обозначают они свои намерения, заключающиеся в том, чтобы закрыть команду Эгоу со счетом 2-0. Кто знает, возможно у них и получится. У Норс, по крайней мере, карта трейн слабой не является. А у команды Эгоу, Даст не являлся так же худшим пиком, как мы убедились буквально несколько минут тому назад. Несмотря на то, что пик команды Эгоу, датчане могут тут поднести множество сюрпризов. Ведь Дастские коллективы всегда славились своей игрой на Датрейне и на Денюке. Все карты в руках у Атаки. Какой-то полуэко делает Эгоу в Ланс Деглоу. Снэча вообще себе купил по 250 для того, чтобы подкопить себе навик. Ну и посмотрим, к чему этот раунд приведет команду Эгоу к поражению или же к триумфальной победе на форс раунде. И тот и другой расклад, я думаю, не сильно расстроит Эгоу. Ну, проиграть они готовы, так а выиграть готовы тем более. Пейчер готовится к приему Б-планта, однако же Атака не выбирает вектором эту точку, потому что есть куда более выгодные варианты, как минимум, выйти на более открытый плент к точку А. В данном случае здесь у нас в упоре грубе поджал сотку. Туау нужно срочно уходить, иначе рискует быть убитым Киарбаем. Ладно, до команды Эгоу все достаточно неплохо, за исключением того, что стоят они втроем под Б-плентом. Эйзи готовится к пику сотки. Здесь они вместе с Мерцем будут действовать. Грубе с Чешкой на приеме. Эйзи. Близо к тому, что он погибнет, но выживает. 20 кп у него остается, и плюс 600 баксов на кармане. Туау с тупиком готовится к приему, но готовься, не готовься. Киарбай тебя все равно проломит голову. Снечи минус Киарбай. Мерц убивает Снечи. Человек подфармил. У нас игрок датского коллектива. Ну и два защитников Урлана Пиичар. В крайне невыгодной ситуации, при которой ретейк не видится ни мнений им, скорее всего, возможными. Нужно сейвить и, возможно, в следующем раунде потрепать экономику команды Норс. С учетом того, что я его буду делать экономически в любом случае. Давайте поговорим про расклады. На прошлой карте у нас блистали два человека. Это Снечи и Киарбай. Как будет на этой, посмотрим. Я думаю, что обе команды весьма сбалансированы. И выпадающих звеньев мы не наблюдали на Дасте, ну, уж точно. Несмотря на то, что даже капитаны умудрились набить больше, чем 23-24 фрага. Они не отставали и были неплохи в своей стрельбе. Взрывается бомба. Счет становится 2-0. Команда Норс уверена, пока что начинает первую половину. На второй карте противостояние с командой Эгоу. Ну, а тут экономический раунд. Снечи 4 тысячи долларов уже имеет у себя на кармане. И после того, как они проиграют этот раунд, кто знает, возможно, и выиграют. Денег на АВП ему хватит с лихвой. Команда Норс не особо, вроде как, переживает на тему того, против чего ему предстоит сыграть. Два фармгана, три АК. На все случаи жизни они готовы. При тому же то прогнали буквально-таки из упорной позиции, где он со своими руками что-то мог утворить. Опа! Минус Вальды. Мы сейчас с вами видели это от третьего лица. Это было неплохо. Фурлан начинает этот раунд с позитива для команды Норс. Фурлан. Рисковал отъехать, но благо для него все обошлось. То есть Пиэчер на апдауне готовится к приему МСЛ. МСЛ сам опытный боец на апдауне и понимает все эти хитрости. Оу! Пиэчер! Что же ты делаешь? Минус МСЛ, прошу прощения. Эйзи убивает Пиэчер, разменивает своего капитана. Ну вот, знаете, тот фраг с Дегла был невероятно крутой. Казалось бы, уже все решено. У Пиэчера шансов немного. Но, как вы видите, эта ситуация показала, что списывать со счетов нам никому не приходится. То и Фурлан готовы к приему Аплэнта. Здесь находятся они за синим. И перед зеленым Кербай убивает Фурлан, но про второго информации нет. То может сыграть очень опасно для команды Норс. Но выдает свою позицию в выставном с ЮСПС. Эйзи ищет своего оппонента, но не находит. Мерц убивает То, а тем временем Грубе и Снэч остались вдвоем. Кстати, по седьмой могут подфармить. Но Эйзи оформляет третий минус в этом раунде. Теряют Кербай в эндшпиле раунда. 3-0. Норс ведут после взятой пистолетки и двух антифорсов или антиэко. Как вам будет угодно. Но пока посмотрим на закупы Гоу. Одно АВП, 4М4А4 и 5 АК47. По-моему, весьма интересный набор. Снэчи готовятся с ВП принимать выход на сотку. Но вроде как Норс-то не поставляются. Хотя два игрока там есть. Это Кербай и Мерц. Да, по-моему, это они. Пошел Молик в апдаун. Выход на ранних таймингах. Снэчи убивает Кербай. Мерц разминется по пьерчеру. Мерц еще минус Грубе. Снэчи также забирает Мерца. Туао красный. Узнаете, снайпер команды Гоу делает очень много для своего коллектива. Вальду убирает Фурлана. Снэчи и Туа остались вдвоем против троих. Но снайперская винтовка, тот самый Мэджик Стик, могут делать очень много в этом раунде. К тому же Снэчи заходит с пеной МСЛ, МСЛ минус. Уже третий фраг с АВП. И кажется, костыль класть на место Снэчи не собирается. Вальде заходит с пеной Туао. Какой неудачный тайминг. Но, скорее всего, того шансов немного. Однако, это информация для Снэчи, которую он не сможет воспользоваться. По причине того, что Эйзи заканчивает этот раунд в пользу команды Норс. Три фрага от Снэчи ни к чему не приводят. Хоть его тиммейты поддержать не смогли. 0-4. Команда Норс начинает Детрейн более чем уверенно. В отличие от Даст, они проигрывают. Они первый оружейный. После взятой пистолетки. У нас пауза. Дамы и господа. Берет ее команда Норс. Что примечательно. Видимо, МСЛ есть что обсудить со своими подопечными. Весьма интересно. Господа, не забывайте, что я иногда поглядываю в чатик. Туда вы можете писать свои интересные наблюдения, вопросы. Мы их обсудим во время паузы на трансляции. Ну а пока 0-4. Команда Эгоу явно не о таком начале думала во время перерыва. Я предполагаю, что в их мыслях было бы неплохо отомстить команде Норс за очень близкий даст. Ведь это Трейн, их собственная домашняя карта. Да и начинают они за сильную сторону. Но, как видите, не все так происходит, как мы с вами планируем. Особенно Эгоу могут это подтвердить. Груби вместе с PHR на планете готовится к приему. Команда же Норс выбирает атаку весьма широкую. Три игрока в Беопартах. Номер 8, номер 6 от Кирба и Вальда. Находятся под зелью. Проверяют пуш. Вот только не увидели, что там никого нет. Уходят вместе с бомбой к своим тиммейтам. Выход на Б здесь кажется, в принципе, логичной идеей. Особенно с учетом того, что в последней тенденции Норс были выход на А. И Эгоу, скорее всего, ожидают как раз-таки в этом направлении движения. МСЛ с Эйзи готовятся вместе выпрыгнуть. Никого не обнаруживает мерц. Тем временем минус по снэче. Эйзи поднимается обратно. После опенс прага на Б, я думаю, можно действовать на направлении данной точки. Там всего лишь Фурлан. У него дигл в руках. Он сидит на поп-доге. Большой проблемой стать он не должен, по идее. Хотя, кто знает. Так, пошли флешки. Фурлан вроде даже не слепой. Есть первый выстрел. Но, скорее всего, он становится последним в этом же раунде для Фурлана. Гербай убирает капитана команды. Гоу, груби минус Фальда. Эйзи. Разменивает свой тиммейт. Пи-чер вместе с Туа. Последний. Туа красный. Без армора. С чешкой и смоком. В принципе, смок-то можно сохранить на следующий раунд. Конечно, 300 баксов. Не бог весть, какие деньги. Но, знаете ли, даже в такой ситуации эти 300 долларов могут зарешать. У Пи-чера 5-7 и первый армор ему, в принципе, тоже никакого смысла лезть на рожон. А вот Туа попытается выбить девайс МСЛ. Ловит для себя не очень хороший тайминг. Однако, с трудом не верится, что Туа пойдет до конца. Ему нужно уходить. Сейвить то, что у него есть на руках, наверное. Потому что выбить что-то у команды. Норс ему не удастся. Пи-чер попытка пика с 5-7 не увеличалась успеха. То он красный все выживает. 5-0. Команда Норс на этом раунде не ощутила соперников из ЭГО. Мерц у нас идет с статистикой 7-1 ровно так же, как это делает Эйзи. Что примечательно. Теперь у нас другие ребята вышли на первый план. Не сказать, что Керби сдулся 5 на 3. Все еще неплохая статистика. Но не играет роль первой скрипки на Дэд Рейне. Давайте посмотрим, какой вариант диффенса выбирает ЭГО. 4 плюс 1 с 4 на А. Но это любопытно. В любом случае, всегда можно будет стянуться через коннектор. Хотя Норс, вы посмотрите, они как змеи ползут под этот Б-плент. И мне кажется, они понимают, что это слабое место. Там всего лишь один Фурлан стоит. Проблемой его убийства вряд ли может стать этой командой Норс. Вот этот вот фокус-файр по определенной точке в упоре. Он весьма похвален. Норс таки умеет играть карту Дэд Рейн. И какие-то фишечки на ней знают. В конце концов, МСЛ на трейне собаку съел. Не меньше. Так, ну а команда ЭГО в весьма любопытной позиции. Груби у нас сидит на девятке. Снэч и СВП держат сейчас Б-плент. Его удалось стянуть на прием с совершенно другой точки. Скорее всего, не та, на которую пойдут у нас Норс. МСЛ поднимается наверх, открывает окна. И, наверное, сапдауна будет помогать своей команде. Команда Норс будет действовать 2-2-1. 2 через зелен, 2 через мейн. И замыкающая МСЛ сапдауна. Интересный сплит. Посмотрим, к чему он приведет. Потому что будут выходить на троих. Эйзи пошел открываться под сотку. Прошу прощения. Тоа откидывает флешку. Никого она не слепит. Сидит на окнах. Также под старый девять это называется. Кербай уже в спине. У тоа Кербай на тупиках. Его не читают. Кербай! Минус по пьячер. Сейчас должен его забирать в спину. Тоа, но это был грубий Эйзи. Минус грубий, минус тоа. Стреча Форлан последний. Шансов у них немного. И по-моему, команда Эгоу должна взять паузу. И немножечко подышать. Норс прямо-таки душит своего оппонента. И шансов каких-то на разумительный ответ я у Эгоу не наблюдал в этом раунде. Эйзи сделал все очень жестко. Плюс Кербай прошел все в спину. Оказался полной неожиданностью. Внесший кучу. Кучу паники. В действия команды Эгоу. А этого допускать ну никак нельзя. Эйзи стоит с четырьмя хп на ТРСП. Ожидает выхода сейвящих ближе к терровскому спауну. Но в целом, в целом понятно, как закончится раунд. За счетом 6-0. Ничего непредсказуемого нас здесь не ожидает. Кстати, я напомню, что на Дримхаке у нас не команда выбирает, за какую сторону начать. А определяется это по тому, кто выиграл ножи. То есть обычно на всех турнирах такая схема. Бан-бан. Потом пик одной из команд. Команда, которая не выбирала эту карту, выбирает сторону. Потом бан второй команды выбирает другая команда. Еще по одному бану и, соответственно, десайдер. Здесь же на Дримхаке все определяют ножи. Эгоу ножи-то выиграли. На своем пике начали вроде как за сильную сторону. Но по счету, откровенно говоря, не скажешь, что Эгоу играют за более предпочтительный им дефенс. Возможно, в атаке они покажут что-то другое. Я напомню, что и на Трейне у них были определенные трудности в свое время. Вчера, да, они играли на карте Дэд Трейн. Да, это у них вроде как была сильная карта, но Ред Резерв очень близко сопротивлялись. Очень близко была игра. А вот сейчас против Норс команды чуть посильнее, потому что мы сегодня уже видели, как Норс обыграли. Такий шведский коллектив. Почему нам показывают пиечер, когда у нас выход на бэкер, бай? Окей, потом я свою мысль доскажу, потому что пока что у нас как-то на бэкер отходит очень глубоко, для того, чтобы не подставить и попробовать ретейк 5 в 5. Но, знаете, 5 живых, практически нет дамаженных, а бомба стоит. И тик, и таймер. На Дримхаке он всего лишь 30 секунд, вообще как и везде. Мерть минус Мурлана, МСЛ минус ПХР. Эйзи. Видит Груби, минус Груби. Ну и, знаете, последний с ВП нужно уносить ноги. Как сказал Буха, вообще крутить ее. Все, то есть крутить ногу. Так вот, о чем я хотел сказать. Норс. Победили сегодня Red Reserve. Да, не без проблем. С счетом 2-1. Но так или иначе, Норс показали, что они командой классом чуть повыше, чем Red Reserve. Ну а команда Эггол с резервами испытывала проблему на карте Детрейн. Пока что Эггол не проблема, нет. У них полный аврал. Счет 7-0. Все вальцы из рук. Хотя бы снайперскую винтовку удалось сохранить. И на том спасибо. Команда Норс не ощущает своего соперника. И набирает экономику очень уверенно. 7-600 вальда. 9-400 мерц. 6-200 кербай. Эйзи 10. И 6 у МСЛ. Очень-очень жирная экономика у команды Норс. Атака с легкостью набрала себе экономику. И в случае поражения закупаться они смогут еще 2-3 раунда. С учетом накапывающих денег все 4. Мерц смотрит поджимающих под Б-плантом. Никого там не находит. Однако Пиэчер есть в упоре в апдауне. Здесь Эйзи. Вместе с МСЛ будут действовать по этой позиции. Но чуточку позже. Эйзи откидывает молик за дальний. Там никого нет. Ну и какая-то хаешка не может смутить. К тому же Форлан ее бросил достаточно не точно. Вопрос в том, как отыграет Пиэчер на позиции апдауна. Если его сразу же сметут, то никакого успеха в команде Гоу не видать. Но если же Форлан, прошу прощения, Форлан, Пиэчер справится с приемкой апдауна, то у него есть все шансы стать героем своей команды и таки помочь взять первый раунд за защиту. Пока затиши на карте, отсечку в минуту мы с вами прошли. Остается 50 секунд и неумолимо приближается конец раунда. Время не остановить, но Норс остановить куда сложнее. Дамы и господа, Эгова могут это подтвердить. Здесь Снэча в упоре, должен забирать Эйзи. В принципе, СВП там никаких проблем не должно с этим возникнуть. Вальде проходит под смоком через зелен. Здесь Сула в упоре на окнах. МСЛ проверит, в принципе, оппонента нет. Теряется бомба, Снэч убивает Эйзи, как раз таки убивает Вальде. Киарбай также отъезжает и Мерц. Единственный, кто дает минусы своей команде. Вот, по-моему, вот этот первый раунд для команды Эгова. Да, так и есть. Тоа минус 3, Снэча минус 2. Все у Эгова неплохо в этом раунде. Проблема в другом. Выиграет сейчас Норс один раунд. Ресет экономики гарантирован. И после этого плакали раунды команды Норс. Что ж, команда Норс по-прежнему закупается. Петчер готовится в упоре из-под трансформатора действовать. Благо Норс... Ну, я имею в виду благо для болельщиков и для самих Норсов. Остановили Снэча. Готовится к приему за синим Кербай. Уже тем временем вырубает Петчера. Снэча видит тень сверху. Минус Мерц. Должен был быть минус Вальда. Но Вальда имеет чуть более сильную реакцию, чем Снэча. Тоа минус Вальда, минус МСЛ. Вот это прием. А плента Кербай. Кербай прошел за плент. Но только один фраг. Оставляет грубе красным. Здесь Эйзи действует из-под коннектора. Но сейчас может открыться. Неудачно подформано. Да, его не ожидали. С коннектора и Эйзи отдается. Система отдавая второй раунд команде Эгоу. Итак, счет 2-7. У Норсов последний бай у команды Эгоу. Деньги есть только у Фурна. В большом количестве чуть-чуть у Снэча подкопилось. Но это, знаете ли, не слишком много. Хватит буквально на один жиденький бай. В случае поражения. Петчер готовится принимать апдаун. Здесь он себя чувствует весьма комфортно. Но есть одна большая для него проблема. Скорее всего Норсы изберут выход на плент Б. Нежели проход в апдаун. К тому же Б они давно не атаковали. Непонятно, насколько эта позиция слаба со стороны команды Эгоу. Вопрос неправильно. Кирбай откидывает молик на апдаун. Оповещает команду Эгоу о том, что есть игроки в апартаменте под Б. Причем явно не один. Была ХЕ-шка параллельно с этим на Б планте. И прямо сейчас откинутый молик от Кирбай. Оповещает Эгоу. Мол, мы здесь. Ну, вы знаете, это мало что дает полякам. Потому что под шифтом можно уже давным-давно было перетянуться под мейн. На зелень. Эта позиция не менее важная, чем апдаун. И вот за всем Эгоу постарается уследить. Подождите. У нас что, ожидает выход на Б с учетом фейков от номера 7-8. Это Мерца Кирбай. Будет любопытно за этим посмотреть. Снэч и готовится к приему СВП на мейне. Пи-черк в спине. Есть минус по МСЛ. Вот это поджим апдауну. Очень качественный. Выждал тайминг поляк. Снэч и минус Кирбай. Вот что-то не пошло. У нас у Вальда и компания. 20 секунд до конца раунда. Полная сумастоха с тем, куда выходить. Эйзи открывает Б-плэнд. Вальда бежит к своему тиммейту. Или нет? Он стоит в апдауне. Его закрыли. Снэч погибает от Мерца. 2 в 1 ситуация. 9 секунд до конца раунда. Нужно бежать, ставить бомбу. Вальда успевает. И Форлан перетягивает через коннектор. Здесь его ждет СВП. Мерц. Мерц. Минус. Последний игрок команды Его. Когда, казалось бы, шанс у Норса нет. Они берут и дают буквально пощечину всем неверующим в них людям. Неверующим в них людям. Прошу прощения. Заговариваюсь. И выигрывают. Восьмой для себя раунд. Забирают первую половину себя. Оставляют Его без экономики. В разбитом состоянии. Снэча без армона СВП. Какой-то жиденький бай на 2000. Только у Пиэчара на фул. У него денег было, откровенно говоря, немного. И пришлось купить скаут. На все. Так. Что у нас по расстановке? Атака планирует выйти через зелень. Тут у нас бомб керри. Это МСЛ. Вместе с Вальдой. Вместе с Мерцем. На МСЛ есть первый минус. Пиэчара разменивает. Вальдой. Подбирают они бомбу вместе с Мерцем. Подсадка. Весьма любопытно. Кербай. Выходит в упор здесь с Нэтча. С Авиком. На Олаф Мейстере пропускает игрока Груби. Убивает Кербай. Что-то как-то вот захлебывается. Выход команды Норс. Однако есть позитивный момент. Наличие игрока под Б-плантом. Это Эйзи. Но Снэтчи, который стоит на сотке, может не пропустить на Б-плант. Нужно вот как-то пропрыгнуть аккуратно. Не попадает Снэтчи. И кажется, прочувствовали игроки команды Норс. Приближающаяся опасность Форланд против Эйзи. Эйзи не видит своего оппонента. Для Форлана это будет легчайший фраг. Да, Эйзи отъезжает. 2 в 4 ситуация. И, по-моему, есть понимание у команды Эго, что это Б-плант. Вальдой. Саввик смотрит коннектор. Форл убивает Вальдой. Снэтчи справляется с Мерцем. Ну и 3-8. Команда Эго не дает уйти Норс в свободное плавание. И заставляет их задуматься об экономике. Потому что денег там не больше 3050 долларов. Можно сделать 2 кабая. А вот уже в следующем. Предстать во все оружие против команды Эго. Либо прямо сейчас совсем подэкономить деньги. И сейчас фул раскидываем выйти на 13-й раунд. Да, вторую. Вторую вариацию, предложенную мной, выбирают игроки Норс. Вчетвером бегут на Б-плант. Здесь Фурлан готовится к приему. У него есть Молик, который все планы команды Норс останавливает вместе с Грубе. Последний у нас МСЛ. Бомбы на руках нет. МСЛ еще и фраг не делает. 5 в 0. Гоу. Себе экономику немножечко улучшили. А вот команда Норс не смогла добиться чего бы то ни было в принципе. В предыдущем раунде бомба не стояла. Убить кого-то не получилось. Безидейный выход. Безидейная отдача. Но все впереди. Тайм-аут от МСЛ. Вот именно он и впереди. А дальше нас ждет 13-й раунд. Так, ну что ж, я вижу, что здесь пишут, мол, у Эгоу атака лучше, чем защита. Да, я с этим спорить не буду. Однако же Норс, я думаю, тоже не так плохи в обороне, как может показаться. На тренинге эти ребята играть умеют. Тут с сомнением это едва ли я могу подвергнуть. Другой момент заключается в том, что Эгоу могут сейчас и до 7 дойти, а могут отпустить Норса до 9 и до 10. А то и до 11 при определенном раскладе. То есть Эгоу нужно забирать по максимуму защиту для того, чтобы на что-то претендовать. К тому же они проигрывают одну карту и права на ошибку у них, скажем так, нет. Ну или оно весьма ограничено. Кербай. Уже у нас на Олов Мейстере. МСЛ за красным. Снэч видит локоток своего оппонента. Но близок локоток, да не укусишь Снэча за моликом. Выжидает Кербай. Но это не ключевая дуэль в этом раунде. Потому что выход под Аплент у нас потихонечку начался. К тому же МСЛ погибает от Груби. Он как раз таки стоял за красным. Снэч промахивается по игроку команды Норс. Несвойственный для него промах. И как-то Норс выжидательную тактику выбрали. К тому же Вальда с зеленой закрыли. Снэч убивает Мерца. Кербай должен был забирать двоих, но только один Снэч погибает. Груби минус Кербай. Вальда и Ази остались вдвоем. Видит Пиэчера на девятке. Но Пиэчер имеет снайперскую винтовку в своем багаже. И это Скаут. Или не АВП. Но какая разница, если он попал в голову Груби. Сделает третий фраг в этом раунде. Счет 5-8. Мегово эту атаку на Аплент не почувствовали. Вы знаете, я не видел фастов на Б с раскидкой от Норс. Я видел просто выход в молик от четверых. И отдачу от МСЛ. Но вот именно фаст Б со смоком на нижний, со смоком на верхний я не припомню. Может быть и было, но вот как-то в памяти не отложилось. И возможно это ключ к обороне команды Гоу. Потому что они стоят по новомодным 4-1. По новомодному 4-1. Который имеет свои недостатки как минимум в том, что точка Б становится чуть слабше. Да, есть перетягивающиеся игрок с коннектором. В данном случае это Груби. Но на первых таймингах Норс вполне бы могли выйти на Б. И не почувствовать там никакого сопротивления. Что ж, Снетчи поджимает сотку в классическом для себя стиле. Так, эйзи. Общается с МСЛ. Скорее всего МСЛ что-то нашифровывает. Ребята держатся на ТРСПе. Ага. Вот, когда Снетчи убивает Кербае. Вместо таймаута решили использовать этот раунд. Господа из Норс. Их в принципе все вполне устраивает. Понимают, что экономический раунд им вряд ли взять. Но МСЛ злоупотребляется этим известным приемом. Уже на второй карте кряду Снетчи. Падает по мерцу. Пиечер сбирает и мерц и ези. А ТО сбривает и МСЛ. Афальда делает единственный пока что для Норс минус в этом раунде. Да, он становится единственным, потому что ТОС трехочковый. Забирает Вальда и счет становится 6-8. Ну что ж, команда Норс. После победоносного начала с счетом 7-0. Вышла на счет 8-6. Который едва ли их может устраивать после хорошего начала. Я думаю, что датчанам бы хотелось получить 9-й. А там уж после выигранной пистолетки до взятой карты рукой подать. Но я забегаю слишком вперед. Даже чересчур. У нас всего лишь 15-й раунд. Первая половина заканчивается. И посмотрим, как ее смогут закончить Норс. На мажорной или минорной Ноте. Соответственно, ровно противоположным будет значение для команды Эго. Вальдом готовится выйти на зелье. Здесь он никого не встречает. Потому что и смог лежит, и не пушит команда в Эго. А Пьетчер делает свой любимый трюк. Он уходит в спину. И потом увидит второго Пьетчер. Замечательные два минуса по МСЛ и по Мерцу. Бомбкер оказался зажатся в той стороне. Но вы знаете, вот эти тайминговые поджимы под Пьетчером в апдаун. Но не первый раз я вижу. Шикарно. Как он считает своих оппонентов. Как он чувствует эту карту Детрейн. Просто браво. Теперь я понимаю, почему Эго считает эту карту своей сильной. Потому что игрок на апдауне, помимо того, что сам хорош, еще и в других позициях умудряется убивать людей. Помимо апдауна, в который к нему спрыгивали пару раз, он подпушивает и дает такие важные минусы. Тоа минус Вальда на зелени. И кажется, атака команды Норс переживает не лучшие времена. Кирбай будет выходить под флешку. Здесь Тоа. Также есть Снэча в упоре. Снэча есть минус по Кирбайу. Но Эйзи последний. Недолго. Недолго он пошел в этом раунде. Снэча 18 на 10. Счет 7-8 в пользу Норс после первой половины. Гудхав пишет Форлан. Я с ним полностью согласен. Игра невероятно интересная. Так, ну что ж. Команда Норс явно не может быть довольна окончанием первой половины. Было у них преимущество 7-0. Они вели 7 раундов. Потом после двух отданных собрали восьмой счет. Был 8-2, казалось бы. Вот. Сейчас бери там десятый, одиннадцатый. Не знаю. Выходи на комфортный для себя счет в первой половине. Да как бы не так. Эк-гоу. Ставят выскочек из здания на место и показывают, чья это карта на самом деле. Оправляясь от тяжелого удара. Берут таки 7 раундов в первой половине. Будет ли этого достаточно? Посмотрим. Я думаю, что нет. Команда Норс в защите может показать железнобетонный дефенс. Так что я отдам свое предпочтение Норсу. Но всякое может случиться. Команда Его в конце концов выбирала эту карту. И в атаке действительно может устроить много интересного экшена. А у нас выход на Б-план скорее всего с бомбой на ноге. Здесь шестой номер и Вальде в приеме. Понимает, что это выход к нему в упор. Надо убегать. И все правильно делает Вальдемар. Команда Жей Гоу несколько раз остановилась. У Туавру как есть смог. Две флешки. И желание помочь тиммейтам при этом в выходе. Вальде готовится на нефтяном принимать своих оппонентов. Но никто к нему не идет. Потому что скорее всего будет только через низ. Да, так и есть. Пошел смог на коннектор. МСЛ есть. Первый минус. Близко, близко. Почти попал по грубе. Вальде убивает. Бомб керри. Ну пока рассыпается команда Егоу. Хотя шансы у них есть. Надо взять этого раунда. После этого минус Ато и Сенетчи. Все шансы у них есть. Теперь некомфортно себя должны чувствовать торс. По крайней мере, потому что... Прошу прощения. У них есть Сенетч в спине. Груби убивает одного. Второго минус Мерц. Минус Вальде. Кербай убивает Сенетч. Еще раз прошу прощения за запинание. Берет Кербай раунд. Тяжелая игра. Очень плотная, напряженная. И вы знаете, плавятся не только игроки, плавятся и комментаторы. Но я пытаюсь найти себе оправдание. В любом случае, спасибо, что вы здесь в столь поздний час выбрали из всех альтернативных развлечений. Именно красивый Counter-Strike на DreamHack Open Summer. Еще раз вас категорически приветствую. Ну а Норс тем временем берут девятый раунд. И вторую пистолетку на этой карте, кажется. Да, и четвертую во всем противостоянии у AGO. Есть определенные проблемы с пистолетами. Если бы они брали хотя бы, ну не знаю, половину или хотя бы один пистолетный из всех четырех. Ситуация могла быть лучше, что на Дасте, что здесь на Дтрейне. Ну что ж, это будет головной боль у капитана команды AGO. А МСЛ свою капитанскую голову всякими подобными мыслями сейчас забирать не планирует. Потому что есть опыт фрака, не восемь, по седьмому грубивая. МСЛ подфармил еще 600 баксов на грубе. А вот ситуация 3 в 3 не такая приятная. Но у Эйзи есть все шансы для того, чтобы принять апплэн. Главное не подставиться. Фурлан 36% здоровья. Мерц убирает снэтчи. Фурлан отъезжает в конечном итоге от Вальды. То, а последний заходит зелень из Мерц. Его может не прочитать. Он красный. Вальды также не имеет большого количества здоровья. То, был близок к тому, чтобы забрать Вальды. Остаться в ситуации один к одному. Но это была лишь гипотетическая ситуация. Жизнь оказалась куда более прозаичной. Вы знаете, я предлагаю вам взглянуть на табуляцию. Команды Норс. Здесь 13, 11, 10, 12 и 6 фрагов. То есть нет какого-то сверхбольшого количества убийств. В целом, в то время как у Эйгоу вроде как в сумме даже больше. Но проигрывают. И как раз Эйгоу. И здесь речь о том, что Норс даже в такой ситуации извлекает из себя максимум. С учетом постановленных бомб и сейвов от противника. Имеют 10 раундов. И это похвально. Сейчас идут к своему 11. Но это только если они выиграют этот оружейный раунд. Потому что Эйгоу настроена явно серьезно. Что ж, 10-7 рабочий счет. Что для одной, что для другой команды. Однако для Норс было бы приятнее взять этот раунд и уйти на 12. В то время как Эйгоу, выиграв этот, смогут приблизиться к оппоненту. Как минимум, Снэчи этого очень жаждет и убивает МСЛ. Эйзи как? Как он не убивает? Оставляет Снэчи красным. Снэчи убивает еще и Киарбай на 3 хп. Что творит этот снайпер? Невероятная игра буквально от польского таланта. Снэчи минус 4. Или как же он тащит свою команду на протяжении второй карты к ряду. Минус 4 на 3 хп. Невероятное сопротивление всем устоятельствам. Вальде. Ну его должен был слышать сейчас Туал. Да. Достаточно легкий минус 5 в 0. Вообще заканчивая у нас первый оружейный на второй карте. Ой, на второй половине второй карте. Браво. Браво, команда Эйгоу. И мои личные поздравления Снэчи и команде Эйгоу с тем, что у них вообще есть этот замечательный польский игрок. Я думаю, я думаю, что такой кадр не помешал бы команде Virtus.pro. Хотя сейчас есть вопрос, кто из этих польских команд сильнее. Эйгоу или Virtus.pro? А вы как думаете? Пишите в чате. Команда Эйгоу. Готовится к выходу на Бэплэн. По крайней мере 4 игрока находятся в апартаментах. И 1 на 0. Это Грубе. Будет он, скорее всего, раскидывать апплэн для того, чтобы смутить как-то команду Норс, у которой весьма такой жиденький-жиденький форс. Проиграли они его и, скорее всего, дают ничью временную 10-10. Ну что ж, Вальда, на приеме Бэплэнта вместе со своим товарищем МСЛ, у которого есть Диггл и желание принять верхнюю часть Бэплэнта МСЛ. Есть первый минус, но пока что это все, чем ограничивается снайпер ком... О, прошу прощения, капитан команды Норс. Четыре игрока этого коллектива уже погибли. Эйзи последний. У него в руках SSG. Неплохой шот по Форлану. Но едва ли этого хватит для того, чтобы взять раунд. К тому же то снимается и вопрос о победителе одним нажатием на левую кнопку мыши. 9-10, команда Эгоу набирает экономику, набирает раунды, а вот команда Норс испытывает серьезнейшие трудности. И, скорее всего, это будет 10-10, так как Норс вынужден делать фуллэк. МСЛ убирает Фурлана. Неплохое начало в эко-раунде. Даже несмотря на то, что погиб Меркс, выкуривает из-за трансформатора Кирбай. Он горит нещадно. Его убивает Пиэчер, Руби минус по МСЛ. Вальде погибает. Ейзи последний. Недолго он пожил. Прошу прощения. Тут у нас резко заиграла музыка с параллельной трансляцией. Да, у нас там тем временем, кажется, все готовится к тому, чтобы смотреть SL1 Белый Аризонт. Ну, или нет. Или нет. Так. Меркс без армора, зато с ВП. Вообще, у всей команды Норс есть большие проблемы по раскидке. Счет 10-10. Безумно интересная игра. Который раз радует нас Норс своей выдержкой. Ровно так же, как команда Эгоу. В Грубе погибает. Фурлан также отъезжает. Меркс и Эйзи пока что делают для своей команды по максимуму. И PHR отвечает на два этих минуса своими двумя. Однако Эйзи продолжает наказывать Снэча. Вот этот парень прямо сейчас с ВП может сделать столько работы. Сколько вы себе даже не можете представить. Так. Мне кажется, его должен был сейчас слышать MSL. Нет. Он открывается спиной. Снэч и видит своего оппонента. Ну, по крайней мере, должен был видеть. Так и есть. Минус по MSL. Ну и в спине Эйзи. По данному таймингу он вроде как должен читаться. Вальде будет действовать с коннектором. Но его закрывают моллигом. Сейчас все лежит буквально на плечах Эйзи. И в важный момент у Норса нет диффузов. Эйзи действует из-под сотки. Здесь Снэча. Первая жертва должна быть. Вот Эйзи. Видит. О! О! Убивает игрока заходящего в спину. Но Вальде должен был действовать одновременно со своим тиммейтом. Для того, чтобы хоть как-то этот выход имел под собой основание. Теперь же у него времени немного. Два игрока под перекрестным. Здесь Снэча. Не оставляет никаких шансов. 11-10. Иго выходит вперед. Впервые. На протяжении этой карты. И мы их с этим поздравляем. А вот команде Норс стоит задуматься над тем, что они делают. Взяли они 10 раундов. Однако после этого все стало слишком глухо и тяжело для того, чтобы продолжать. Играть в подобном темпе. Эгоу к ним приспособились. Ну а Снэча лучше остальных. 28 на 12. Вы можете себе представить подобного рода цифру. Лично я восхищаюсь рвением снайпера команды Эгоу. Так. У нас Пиэчер. Тем временем в упоре. Должен был видеть Кербай. Кербай отъезжает. МСЛ убирает. Самого опасного игрока команды Эгоу. По моему скромному мнению. Пиэчер. Пиже Молик на Олафа. МСЛ. Вместе с Мерцем убивают. Убивают своих монет. Вот ситуация становится 4 в 3. Прямо сейчас Эго может стать. Весьма приятным для команды Норс. С учетом того, что Форлан занервничал. И Молик кинул под себя. То оставит бомбу. Несколько нервозно. Эй. Забивает Форлана. 3 в 2 ситуация. Слушайте. Там авик у МСЛ. Тут выход с деглом. За попдогом у нас прячется ТО. Грубина верхний. Ну и как-то вот его бы выкурить оттуда. ТО. Горит. Горит ТО. Ему приходится занимать позицию в упоре. МСЛ не стреляет. Мерц в спине. Мерц. Мерцы про Мерца знают. ТО с разворота убивает еще и МСЛ. Эйзи последний. Нет диффузский ток на руках. Нет армора. Вообще все очень плохо. Становится резко для датчан. Хотя казалось бы, вот-вот ситуация близка к разрешению в их пользу. И Грубин даже не дает засейвить АВП. Бомба взрывается. Счет у нас становится 12-10. Грубин же выживает. Норс. Потрепали экономику соперника на эко-раунде. Но большего им достичь не удалось. Как это не прискорбно. И пауза. Пауза от команды ЭГГО. Интересно. Интересно. Скорее всего будут обсуждать вот эту вот нелепую отдачу четырех девайсов. Было бы логично. Хотя денег у них много. И даже если проиграют этот раунд, смогут скупиться на следующем и через один. Но я думаю, что фурлану и компании явно бы не хотелось повторять такого рода подвиги. В кавычках, конечно же, им хочется сохранять свои девайсы. Начинается у нас 23-й раунд на карте Dead Rain. Я не умер. Не переживайте. Я просто посмотрел в чат и улыбнулся. Ибо вы дарите радость и удовольствие работать ради вас. Ну да ладно. Это я к лирике. Подступился. Не стоило этого делать. Команда Норс. Ей предстоит сделать очень многое для того, чтобы остановить натиск Гоу с их неимоверно сильной атакой, где они взяли 5 раундов к ряду. Ведут на 2 раунда. У Норсов нет ни денег, ни ресурсов, ни понимания того, как нужно вообще принимать этих сумасшедших поляков. Потому что стоит сделать 2-3 минуса, даже 4, тут включается снэтч. Стоит сделать 2 минуса, тут то подрубается. К раунду и не показали нам фраг. Но вот Эйзи убил грубе на зелени. Неплохо, неплохо. И в целом положительный момент для снайпера команды. Норс, Мерц промахивается. Ему не удалось. А вот Вальде находит спину в Форлану. Или нет? Отступает. Понимает, что есть шанс отдаться вообще без размены. И эта ситуация его никак не может радовать. МСЛ готовится к приему апдауна, но туда выходить никто не собирается. Возможно, прямо сейчас ему стоит сделать финт Пиечера и выйти по таймингу спину. Хотя там есть ТО, который вот-вот пройдет около апдауна. Мерц готовится к приему верхней волны. Также есть Вальда на попдоге для приема нижней. Нижней МСЛ против ТО. Такая легкая перестрелка. Оба выживают. Вальда убивает снэча. Мерц убивает Пиечера. Прикрывает своего тиммейта. Форлан дает первый минус для его в этом раунде. Форлан дает же второй. И ситуация 3 в 2 для команды Норс. Такое брать можно что тем, что другим. Поэтому давайте посмотрим за выбиванием. Ладди Пуза есть в руках у МСЛ. Кирбай. Минус по Форлану. ТО за нефтяным. Слушайте, ну шансов у него немного. Хотя бы потому что Эйзи в спине. Ну что ж, я напоминаю вам, что счет в Best of 3 у нас 1-0 в пользу команды Норс. И прямо сейчас они берут еще один раунд. В свою копилку. 11-12. У команды Гоу есть легкие проблемы по экономике. Но решить они их смогли. И даже на следующий раунд осталось. Так что раундом за 2 здесь не пахнет для атаки. А вот Норсом после ресета будет очень и очень тяжело. Поэтому хотелось бы им как-то чистенько взять сейчас этот раунд. С учетом того, что Мерц. Пишет открывать сотку в упоре с АВП. Такое интересное действие, которое приносит свои результаты. Мерц продолжает отыгрывать за синим. Но тут снэч и под него открывается Мерц. Отличный фраг. Минус 2 уже от снайпера команды Норс. Возможно откроется под груби. Какая-то опасная ситуация. Но Мерц главное не переагрессировать и не отдать свой снайперский девайс. К тому же Фурланд спиной стоит к Мерцу. Минус 3 есть от снайпера Норс. И вот включается в снайперскую дуэль Мерц. Пусть и заочно. Но эти минус 3 в принципе по импакту можно сравнить с теми минус 4, которые дал снэч буквально несколько раундов тому назад. Груби и то обнаруживают себя покинутыми и одинокими. По крайней мере их команда не захотела поддержать в 24 раунде. Груби не читает сейчас спине Вальдемару. Того все шансы, чтобы его убить в спину. Ну да, не составляет ему никакого труда. То красный 17% здоровья пробегает. Вот это... С выбросом Глока. Впрочем довольно таки известный. Но в этой ситуации вряд ли он что-то мог принести игроку команды Эгоу Гейминг. Мы 12-12. Счет-то у нас равный, дамы и господа. И деньги у команды Эгоу заканчиваются. А вот Норс, как раз таки, сделав этот раунд более-менее чистым, сохранили себе и средства, и девайсы, и нервы. Скорее всего, своему тренеру. Что предпримет Эгоу в этом раунде? Потому что последние 2 раунда их не работали. Возможно, мы увидим выход под Б. Здесь Вальдемар, здесь Мерд с АВП. Вот эта хаешка неплохая, запомните ее. Но кидать ее стоит тогда, когда там много людей стоит в поле, когда предполагаете, что они там есть. Да, сейчас 20 хп по Фурлану, но эта хае может сносить куда и куда больше. Мерд замечает своего оппонента. Ну, Фурлан как-то слишком просто открылся. Однако Снэйча действует на размере Вальда. За плантом готовится принимать. Слышит на верхней волне Пиэчера, но тот беспощаден к своему оппоненту. Кербай. Эйзи. МСЛ против четверых игроков команды Эгоу. Попробуют выбить, иначе плакала их экономика горючими слезами. Пиэчер справляется с Эйзи. Хотя у того было преимущество позиции. Снэйч убирает МСЛ. Кербай последний. Что делать? Погибать. Кербай. Пиэчер делает еще один минус. 13-12. Команда Эгоу мчится к победе на второй карте и мчится к тому, чтобы забрать свой пик. Карта у нас получается такая же плотная. А я вам напомню, дамы и господа, что третьей картой данного противостояния является Инферно, на которой проблемы могут возникать и у тех, и у тех. Я не видел Инферно на этом турнире вообще. А я посмотрел все матчи. Это вот турнир... Так, ладно, Фурланд выходит на Аплант, сбивает Мерц. Впрочем, я так говорю, как будто это что-то сложное. Нет, против пистолетов Фурланд не испытывает никаких проблем. К тому же убивает еще МСЛ. Снэйч убирает Эйзи. Так, Кербай отъезжает также от снайпера команды Эгоу. Вальдо последний. Обнаруживает себя брошенным своей командой. Говорит, ребята, ну, я, конечно, все понимаю, но минута 25. Вы могли бы хотя бы посопротивляться или побивать девайсы. Прямо сейчас как-то печальная выглядит ситуация для команды Норс. А ведь все так неплохо начиналось со счета 7-0. Но, знаете, я могу проследить здесь тенденцию. И заключается она в том, что мы смотрим за равными командами. На Дасте втором мы наблюдали камбэк со счета 9-3. У нас Эгоу ввели 9-3, а потом проигрывали 9-13. Норс взяли 10 подряд раундов. Здесь Норс, взяв 7 раундов к ряду, проиграли затем в 7, ну, уже в разнобой. В любом случае, вы видите это сейчас на своем экране. Ну, а Эгоу как-то вот к своей карте готовят чуть лучше и на атаке действуют чуть более уверенно, чем в дефенсе. Там, я напомню, на первой половине выиграли Норс. С счетом 8-7, Вальде Сейвит решил не отдаваться, да и держать напряжение команду Эгоу не переставал. Потому что не хотелось, например, Снэча подставиться под P250. Кстати, о Снэче 32 на 15. Восстительный перформанс от снайпера команды Эгоу. Я считаю, просто умопомрачительная статистика. Не прошло и 30 раундов, а у Снэча уже 32 фрага. И это не единичный случай. Буквально на прошлой карте ДДАС-2 он также вел свою команду за собой. И так, плюс ему стоит заметить, что он не расстроился после того, как не удалось взять ДДАС-2. Буквально пара ошибок не только его, но и команды в целом. Он собрался и на карте ДТРАЙН методично продолжает наказывать команду Норс. Действительно, он будет сниться в кошмарах, если Норс проиграют. Да и даже если выиграют, то неприятные воспоминания об этом сильнейшем снайпере польской сцены, я думаю, команды из Дании останутся. Тем временем у нас затишье в раунде, минута 20 до окончания Н-ного. И Кирбай на синем ящике пытается проверить упор сотки. Здесь никого нет, Форлан уже на апдауне. Может стать неприятной новостью для Кирбая при определенных обстоятельствах. Вообще, посмотрите, Норс выбрали защищаться втроем на Б-планте. Но прямо сейчас МСЛ понимает, насколько это не очень хорошее решение и стягивается через коннектор поддак. Главное сейчас не подставиться МСЛ под снайпера команды. Эго у снэча выгоняют моликом с апдауну, заставляют его подниматься наверх. МСЛ слышал этот подъем. Вполне себе спокойно занимает стандартную для себя позицию. Так, что ты же делаешь, МСЛ? Отлично! Он делает оп-он-фраг. Начал я уже переживать за датского капитана, что творит он неведомую дичь. Но нет, это был выверенный мут. К тому же Мерд сделать минус по грубе. Вальд спалился в упоре, но это не мешает ему сделать минус по Форлану. То и Пиэчер остались вдвоем против пятерых. И кажется, Норс без боя эту карту отдавать не собираемся. Честер полазает. МСЛ забирает одного, Кирбай забирает второго. Что по нигаму команды? Эгоу. 7400, 8100, 5900. Ну, на полноценный бай с Айвиком. Там с раскидкой, с АК-47 им хватит. Мы посмотрим за еще одним оружейным раундом. И это круто. Давайте посмотрим за разбежкой Эгоу. Три игрока у нас идут на зелень. Один в апарте. Эйзи сейчас будет в упоре принимать двоих. Кто, кажется, незаметен. Кажется, незаметен Эйзи. Но вот после этого смока можно положить, что там кто-то есть. Пошел молик на Эйзи. Его выкуривают буквально с насиженного места. И неприятно. Неприятно в одном команде Норс. Особенно после минуса по Кирбаю. Одному из лучших игроков датского коллектива. Ну что ж. Всякое бывает. Главное не расстраиваться, собраться. И вот, например, МСЛю сделать подобного рода действия. Позволяющего выиграть немного информации и немного времени. В случае выхода команды Эгоу на точку А. Номер 7. Это Мерц. Готовится с ВП принимать верхнюю волну. Проход по Б-апартам. Но что-то не получается. Молик под ноги выгоняет его с верхней волны. И Мерц 1. Между прочим, на точке Б ему бы помощь тиммейтов не помешала. Здесь Фурлона в упоре. Убивает Фурлона, однако же не отпускает грубе своего оппонента. И, кажется, Эгоу выходит на точку Б. А вместе с этим выходит на 15-й раунд. Войдут ли Норс выбивать? Если да, то их экономика может подвергнуться легкой фрустрации. Особенно после минусов по МСЛ. Вальди и Ейзи остались вдвоем, что по деньгам... Да, надо уносить ноги, уносить девайсы. И пытаться уже как-то вывести на допы эту карту. Ибо выбивание в 28-м раунде выглядит абсолютно бесперспективным. Тикает бомба. Эгоу никуда не торопятся. Стараются аккуратно действовать. Да и куда им торопиться? В конце концов, Норс-то от них никуда не денутся. И как бы не было обидно болельщикам команды Норс, это правда. Пока что вторая половина проходит под полный диктоп команды Эгоу. И да, Норс взяли 5 раундов. Но 5 раундов из... Сколько? Из 13. Это не то, чтобы много. Эгоу выходит на 2 маппоинта. Посмотрим, смогут ли они их реализовать. Потому что я напомню, на Дасте втором маппоинты команды Норс на своем пике реализованы не были. Посмотрим, как у нас будут обстоятельства дела сейчас. Я думаю, болельщики поиска команды в один голос заявят, что все шансы Эгоу для взятия этого раунда присутствуют. Ну а Эйзи готовится принимать зелень. Снэтчик готов к открыванию с нижней волны от кого-то из команды Норс. Но эти ребята решили не рисковать, потому что последний раунд, какие-то случайные отдачи им не нужны. Восьмой номер уже прожал Мейн. Это Киер Бай. У него выгоднейшая позиция по сбору информации. Он уже далеко-далеко в сотке. Интересно, пойдет ли он дальше и заметит ли бомбу. Если да, то у Норс появится чуть больше шансов на взятие этого раунда. Давайте посмотрим за Киер Бай. Нет, он стоит в весьма дефолтной позиции. Ничего сверхъестественного. Но, впрочем, информация, это тоже важно. Груби сейчас будет выбирать бомбу. И пойдут они, наверное, по направлению к точке Б. Эгоу выбирают плен, где сидят всего лишь два соперника. Это Вальде, это МСЛ. И на них сейчас будет взвалена нелегкая ноша. За счетом того, что еще есть люльки. А Туау действующий зелень. Снэйчи готовятся откинуть Смок на Б. Потому что 35 секунд до конца раунда. И когда у нас пойдет, наверное, скидка. Я думаю, где-то в районе 30 секунды. Вот, она уже пошла. Идет выход. Вальда в упоре. Принимает первого. Нет, не принимает Груби. Убивает Вальда. Эйзи погибает. Мерц сбривает Туау. Мерц и Киер Бай остались вдвоем. Против троих. И Крой Физносу нужно брать этот раунд. Иначе мы переходим на карту Дэйд. Верно, Мерц. Вот это минус. Вот это минус в Смок. Но у Скопа мы попадаем в ногу Пи Эчеру. Оставлять Киер Бай все шансы на взятие этого раунда. Есть информация о нефтяном. Один в один Киер Бай. Ну что? Против Снэча. Два лучших игрока своих коллектив. Киер Бай против Снэча. Эти ребята блистали на Дасте. Но что-то мне подсказывает, что у Снэча есть все шансы, чтобы забрать Киер Бай. И да, снайпер команды Эгоу оформляет 36-й фраг на этой карте и переводит все дело на Инферно. Ууу, дамы и господа.